Сегодня мы поговорим о замыслах. Мы много говорим о мыслях, о помышлениях, о замыслах. Вы знаете, в притчах, 19-21, Соломон говорит. Много замыслов в сердце человека. Но состоятся только определенные Господа. Сколько у нас замыслов. Я буду говорить о хороших пока. Сколько замыслов. Мы замысливаем, сделаем хорошие. Мы замысливаем целый проект, и как хорошо было бы послужить Богу. Но ведь состоится только то, что Богом определено. Вы знаете, что хорошо, что надо нам вот это знать, что мы только предполагаем, что это правильно. Мы только предполагаем, что это хорошо, что это благо, что это правильно. Мы не можем быть уверены, мы так считаем. Вот это называется предполагаем. А Бог знает, что хорошо, что верно, что неправильно. Бог знает, а мы предполагаем. Поэтому Соломон, мудрый человек, сказал, что у нас много замыслов. Но состоится то, что Богом определено. Но, как вы думаете, это мудро обращаться к тому, чтобы знать волю Бога. Обращаться к Его мудрости. Чтобы то, что Он определил, нам исполнять. Чтобы нам двигаться в Его определении, в Божьих замыслах. Для того, чтобы быть в паре с Ним. Служение с Ним. Служение с Ним. Не отдельно от Него и думать, что мы с Ним. Не отдельно от Него и думать, что мы с Ним. Но чтобы с Ним творить, надо знать, что Он хочет совершать. Если мы не знаем, мы начинаем и то захвататься за одно, то за другое. Пытаться что-то делать. Если мы не знаем, мы пробуем это, мы пробуем это. Строить планы по своим замыслам. У нас свои собственные планы. Но как часто у человека его личные замыслы бывают далеки от воли Бога. Они человеческие, они несовершенные. Они человеческие. Даже я перепроверила себя и думала, сколько у меня было моих замыслов, как служить Богу. Как строить свое служение. Даже вот на этом опыте, что мы сейчас с Вами имеем. Хотя сердце говорило, что и это не вечно. И это пройдет, как говорил Соломон. И я Вам помните, даже говорила, мои дорогие, радуйтесь тем, что мы сегодня имеем. Мы не знаем, как завтра все повернется. Может быть, будем воспоминать, как о чем-то очень приятном в нашем молодости или детстве. О наших служениях. Да, это наши были замыслы. Но определение у Бога. Хоть они и были в глазах наших мудрыми и благими. Но кто может состязаться с премудростью Божией и сказать, что мы знаем мудрость. Мы ее имеем. Я думаю, что как мудро всегда вопрошать Его. Господь, что Ты хочешь, чтобы я был в Твоем плане. На том месте, в то время. С теми знаниями, какими ты даешь. Даже наше служение, оно иногда бывает не по воле Бога. Хотя мы от всего сердца хотим. Искренне хотим. Да, если мы не взыскали Его волю. Что мы делаем? Свои замыслы. Пытаемся исполнить свои замыслы. Как нам видится. Как мы предполагаем. И мы, может быть, даже очень сильно уверены. Но наше предположение не сравнится с Божьим знанием мы предполагаем, а Бог знает, что должно быть. Он определяет. И так часто служение оказывается бесполезным. Или служение оказывается неразумным. Или не разумным. И знаете, что это получается? Непокорство. Нам не хочется называть это непокорством. Да не хочется называть это противлением Богу. Но если это не по воле Бога, что это? Давайте честно говорить. Непокорство. Противление. Раз не по воле Бога. Противление. Оно несознательное иногда бывает. Но от того, что оно несознательное, оно все равно противление. Оно все равно не строит, а рушит. Больше рушит, чем строит. потому что это самоволье поэтому покоритесь какое прекрасное слово покоритесь Господу все начинается с покорности со смирением с избранием что Он Господь Он Господь в нашей жизни Он Господь в жизни церкви Он Господь и если с этой позиции мы строим значит мы каждый раз приходим к нашему Господину к нашему Богу и даже спрашиваем какое слово ты хочешь сказать на это воскресенье потому что ты Господин этой церкви ты Господин каждого сердца и ты знаешь что им надо услышать я не могу заглянуть во внутренность человека но когда Он заглядывает и Он говорит каждому сердечку поэтому так часто подходят ко мне после проповеди и говорят вы знаете, я об этом думал я догадываюсь потому что Бог это дал значит это было надо как совершить Божье определение вы хотите совершать Божье определение how to fulfill God's plan do you want to fulfill God's plan я думаю даже не только касательно церкви каждый из вас хочет совершить свое определение not just related to the church but do you want to fulfill God's plan for you какое оно есть для тебя which one is set by God for you тогда знай волю Его ищи волю Его ищи волю Его ищите Его когда Он близко seek Him when He's close в чем нет воли Бога в том самоволие if there is no good will in something means it's self-willed и поверьте, оно не оправдывается and it's not justified вы знаете, когда читаешь Ветхий Завет when you read the Old Testament то видишь, что Бог призывал весь свой народ you see God called all His people от служителей великих, как Моисей от самого маленького просто относящегося к народу Божьему к послушанию все, что Он призвал к послушанию потому что в послушании залог успеха послушание и исполнение воли Бога а чему быть послушным если ты не знаешь к чему выслушаться если не знаешь но Бог никогда свой народ не оставлял в незнании в неведении и всегда открывал через Своих пророков что Он желает и на это время и в этот день и в этот час хочется сказать и в Новом Завете мы видим что Бог просил только послушание от апостолов от учеников от народов послушание и сам Иисус был послушан он даже пример показал послушание будучи Сыном Бога одна из ипостасей Его и Он был послушан казалось бы ты же сам Бог но слушай Своё сердце но слушай Своё сердце нет Он был послушан нет Он был послушан Представляете был послушан Отцу и так совершал всё за чем Отец послал Его совершил Своё предназначение и просил и апостолов быть послушными и апостолы оставили нам учение послушания когда вы читаете Его Дух Божий вам открывает то вы только и видите призыв к послушанию это самое мудрое что вы можете сделать чтобы не противиться Божьему разуму Божьей премудрости Божьей воли истинному благу если даже человек так не считает просто покоряется просто покоряется и когда покоряется совершается премудрость Божья а вы знаете что всякое противление Богу оно наказуемо и не потому что Бог наказывает нет просто мы же сеем в нашу жизнь мы сеем и эти семена однажды всё равно вырастут и когда они вырастут они принесут плод и покажут что ты сеял я могу говорить я сею пшеницу а в руках семена плевел вы не поверите что я сею пшеницу но когда она вырастет вы скажете ты меня обманула ты нас обманул выросла это не пшеница мои дорогие что мы сеем в нашу жизнь какие семена у нас в руках в пустах в сердце это всё равно появится всё равно проявится притча много замыслов в сердце человека но состоится только определенное Господа но состоится только определенное в своей жизненной практике я встречала не один раз таких прекрасных служителей замечательных людей добрых сердцем чистых негрешных но они делали самовольные поступки но они вроде старались служить Богу но пути у них были их личные но они направляли по своему желанию они направляли по своему желанию они говорили нет меня Бог открыл я должен туда поехать спустя год Бог им сказал вернуться Бог так не поступает Бог не меняет свое мнение Бог не меняет и Он не сказал тебе езжай на время и он не сказал тебе езжай на время ты поехал ты приехал и всё тебе Бог говорит ты поехал и всё тебе Бог говорит что это это самоволье это твое желание это твое сердечко это your understanding your desire your heart мои дорогие слышала и такое мы попробовали всё мы попробовали одно и другое в церкви и церкви попробовали мы tried this thing that thing in our church and the other thing it didn't work всё разрушилось мы вернулись опять о чём это говорит о чём это говорит их слова свидетельствуют о том что это были их замыслы может быть они думали что это хорошие замыслы добрые замыслы they thought it was good plans and kind plans но это замыслы человека они не состоялись they did not come to pass посмотрите на себя может быть у вас есть замыслы maybe you have plans и вы думаете что вы делаете правильно хорошо потому что для вас это благо но вы пробовали и не получалось пробовали и не получалось но вы пробовали и не получалось когда Бог на что-то посылает он дарует всё необходимое для этого и всё состоится потому что Бог послал у вас есть примеры отличные в Библии когда вы читаете внимательно вы видите кого из посланных Бог не снабдил необходимым и силой и словом и дарами и чудесами потому что Бог послал и сопутствовало Слово Бога сила Слово Бога Кремлянам 8.32 говорится тот который Сына Своего не пощадил не предал и предал Его за всех нас как с нами не дарует нам всего дарует всё Какое благословение двигаться в Духе Бога в движении Его силы в движении Его Слова двигаться вместе с Богом строить вместе с Богом это не значит что не будет сопротивлений всегда будет но победа обеспечена потому что во главе стоит Бог в служении в котором участвует Бог на что поставил на что послал присутствует та сила то помазание которое непременно будет иметь успех как хочется знать замыслы Бога правда хочется знать замыслы Его Его определения поэтому мы вопрошаем Господи хочу знать Твое определение для этого времени для этого места для этой церкви для себя давайте посмотрим на Павла когда его везли в Рим вы знаете что он потребовал суда кесаря и тоже можно сказать вот сама воля потребовала суда кесаря мы можем сказать это его self-will потому что он потребовал суда кесаря но я вижу что Бог допустил это все но я вижу что Бог позволил это он не потребовал это как вот знаете натура такая человеческая вот требуй своего на этом пути Бог столько совершил что для нас очень много примеров вот о чем я хочу поговорить это то что когда он должен был поехать туда в этот Рим должен был плыть на корабле и корабль задержался была какая-то задержка и Дух Божий я прямо говорю что Дух Божий и упредил Павла лучше задержитесь в этом порту потому что поздно и будут проблемы на море будут путешествия опасными я вам чуть-чуть зачитаю Деяния 27 9.11 как прошло довольно времени и плавание было уже опасно потому что и пост уже прошел то Павел советовал говоря им мужи я вижу что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля но и для нашей жизни но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля нежели словам Павла естественно Павел не был обучен морскому ремеслу он мог получить это только в духе откровения это не было его знанием дело но те которые знали морское плавание какого-то узника должны слушать конечно не стали слушать кто он такой что он учит нас и к чему это привело кораблекрушение как сказал Павел так и вышло сначала они выкидывали весь товар потом покинули корабль потому что он разбился и наконец сами оказались в океане в море и плыли боялись что не спасутся и когда уже Павел вторично им сказал это я вам забежала вперед еще на корабле когда началась буря и Павел сказал им опять они уже прислушались к его словам потому что увидели что то что он сказал исполнилось определение Бога всегда исполнится Деяния 27 21 26 даже если кто-то не покорен Павел был послушен Господу ради Него все исполнилось определение Бога все равно совершилось Смотрите и как долго не ели они когда эта вся буря была они уже стали волноваться то Павел став посреди них сказал мужи надлежало послушаться меня и не отходить от Крита чем и избежали бы всех затруднений и вреда теперь же убеждаю вас ободритесь потому что ни одна душа из вас не погибнет а только корабль ибо ангел Бога которому принадлежу я и которому служу явился мне в эту ночь и сказал не бойся Павел Тебе должно признать предкесаря и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой посему ободритесь мужи ибо я верю Богу что будет так как мне сказано нам должно быть выброшен на какой нибудь остров непослушание Богу что кораблекрушение вызывает в вере иногда кораблекрушение иногда во всей жизни кораблекрушение в служении кораблекрушение иногда церковь крушится почему непокорство непослушание свое сам как я хочу мои замыслы состоится только то что определено Господа как сказал ангел Паулу Бог определил чтобы ты был у кесаря ты будешь всякое противление ничто если Бог сказал как важно знать Его волю непослушание Богу вот встречает вот такие бури рифы мели рифы и шоу и в конце это концов еле-еле спаслись поэтому Павел говорит к римлянам 12-1-2 и так умоляю вас братья вы знаете эти строчки милосердием Божьим предоставьте тела ваши в жертву живую святую благоугодную Богу для разумного служения вашего и не сообразуйтесь веком но преобразуйтесь обновлением ума вашего для чего чтобы вам познавать что есть воля Божья благая угодная и совершенная вот какие замыслы мы должны иметь по воле Бога которая есть благая угодная Богу потому что она совершенная когда мы в этих замыслах Божьих нам ничего не страшно мы все пройдем и мы восхитим потому что Бог определил что Бог нам определил оно непременно будет кто верит в это оно непременно будет бурь ураган оно все равно будет исполнится только определенное Господом замыслы врага там кружатся можно посмеяться в лицо потому что определенное Господом непременно исполнишь мне вызывает смех пусть прыгают что Бог определил будет а что за угодная жертва о которой говорил Павел жертва послушания мои дорогие вы знаете что это самая тяжелая жертва у человека послушаться потому что когда ты слушаешься ты ведь себя смиряешь у тебя же есть другие замыслы у тебя есть другие желания другие мысли но Павел умоляет умоляет принесите тела ваши в жертву пусть и тела послужат не духом сидя дома духом я с Господом нет пусть тела будут тоже с Господом а в телах ваш дух придет сюда и туда куда Бог пошлет и там поклонится и там совершит для того чтобы познавать благо надо познавать что Бог желает для того чтобы совершать угодное Богу надо знать Его волю дружить надо с Духом Божьим друзьями надо с Ним быть потому Иисус сказал я уже больше не называю вас рабами а друзьями почему они действительно были друзьями они все время ходили с Иисусом поддерживали Его все оставили они были с Ним да это дружба Бог видел что они друзья дружили поэтому Бог открывал им много и когда Дух Божий направляет нас у человека разумное служение разумное хождение в Боге есть неразумные христиане к сожалению они называются христиане они вроде как христиане но они неразумные почему потому что живут по самоволе как хочу так и живут но слава Богу слава Богу говорят послушание Духу Божьему это разумное служение потому что Бог совершает свою волю через таких людей совершенное благо совершается хотя не всегда сразу понимаешь не всегда сразу видно не спешим судить пока скрытое во мраке не судите вы знаете что самое прекрасное это пример нашего Иисуса Христа как будучи Сыном Бога и Сыном человека был Он послушан к какому абсолютному послушанию Он ходил по земле даже невозможно себе представить если бы Он сойдет на землю зная о себе все и о том что о Нем написано в Писании решил я сам буду это выполнять я думаю трудно себе такое представить но Он каждый раз шел в горы зачем молиться ему уходить от всех идти в горы потом приходить и делать он слушал Отца получал инструкцию от Отца на каждое время Он двигался абсолютно послушанием как это прекрасно смотришь на Него и думаешь да это есть послушание когда ни один шаг не сделаешь против воли Бога как Он говорит я ничего даже не сказал на что меня не послал отец а сколько у нас слов в пустую а Он даже ничего не сказал на что Его не послал вот поэтому я Вам пред Богом говорю ни одно проповедь не сказала на что Бог не послал не хочу потом стыдиться но Бог послал и я уверена за это слово уверена потому что Он Его дал Он сказал сказать Он знает зачем Я хочу быть просто в Его воле Я очень хочу чтобы церковь была в Его воле очень хочу чтобы церковь была послушной чтобы она состояла из послушных Богу людей сердцами покоренными кроткими и смиренными потому что это тело Христа аминь тело Христа не название а тело Христа живой будет должен быть живой Дух Божий я верю здесь я верю потому что знаю даже трудно сказать верю вот хочется сказать что настолько все в Боге уже определено что даже когда мы читаем Писание когда говорил Иисус о конце Он даже говорил что есть времена есть сезоны Он оставил нам примеры по каким временам и сезонам мы можем определить приблизительно где мы находимся чтобы не были мы во тьме чтобы мы знали время но час и день Он говорит знает только Отец Он даже не открыл Он говорит знает только Отец чтобы мы были в послушании чтобы мы ходили в послушании но и не во тьме мы знаем приблизительно в каком мы времени мы определяем время по событиям как Бог нас научил смотрите на события смотрите на Израиль и вы будете знать в каком вы времени на день и час когда люди начинают отчитывать высчитывать уже давным-давно должен был быть конец света а их вычислением с молоду знала что в 2000 году конец света с молоду и думал ой 2000 год и что мои дорогие это знает только Отец нам Он не дал знать время и час даже волхвы которые пришли поклониться Бог им открыл через звезды что родится Иисус Христос это не значит что они знали день и час они знали место и время определенное вот в этом времени roughly the time period и пока они шли и while they were walking Он родился и все-таки всем этим управлял Бог Он каждый раз говорил по-новому иди в Египет затем выйди из Египта и said go to Egypt and then come out of Egypt go to this land go to that land He didn't say everything in advance He said it to Mary and Joseph one step at a time God always wants to be God He always wants us to seek His will He said I'm giving you heavenly money for every day not for month not for year but for every day every word that's recorded by God revelation of God scriptures revelations of God но оно записано как Логос it's recorded as Логос и только Он этот Логос превращает в Рема and only He turns Логос into Рема не мы как некоторые говорят взял Логос сделал Рема и пошел not us and just take Логос and make it Рема and just go детский сад just childish и так слава Богу that's okay Бог Логос превращает в Рема и тогда оно начинает действовать и тогда никто его не остановит поэтому нам сказано бодрствуйте чтобы не прозевать чтобы не упустить мы должны слышать Рема и на что мы слышим Рема должны двигаться вот тут нужно послушание есть послушание в ожидании есть послушание в движении когда ты должен исполнить то что Бог тебе говорит но все в послушании и подождать и идти все в послушании пока был Логос что придет Мессия весь Израиль ждал в Израиле не было человека который бы не ожидал Мессию они по сей день ждут почему не узнали Рема не услышали Рема не пободрствовали а Иисус пришел Мессия уже был Иисус говорит ай как жалко не узнали не узнали почему во тьме сердечки огрубели поэтому все что от нас надо приготовьте сердца ваши чтобы не было у нас грубых сердечек чтобы не было так что Бог говорит а мы не узнали а мы говорили это просто проповедник проповедник а оказывается ты говорил Господь а оказывается прошло все уже а оказывается да оказывается а ты не узнал все может повториться все может повториться будьте внимательны пусть ваши сердечки будут плотены ныне дуб Божий послан приготовить церковь к приходу не в таком выходу чтобы взять на небеса а чтобы излияние было Духа Божьего на эту землю чтобы тело Христа еще раз здесь послужило вы знаете что сказано ибо сами вы достоверно знаете что День Господень придет как тать ночью то есть неожиданно если вы знаете что Бог придет неожиданно каждую секунду будете ждать правда я думаю так я думаю так лично я каждую секунду я встала на колене молюсь и говорю а может сейчас я стою на мои knees и говорю ну не сейчас ладно может через 5 минут уже завтра может сегодня жду его каждую секунду ждите его и он все равно придет неожиданно все равно придет как тать но когда ты ждешь ты узнаешь вот разница когда не ждешь не узнаешь а когда ждешь узнаешь и не надо иметь такой соблазн рассчитывать никогда не узнаешь просто ждите просто сердца ваши пусть будут открытыми Богом все что определено совершается все что он сказал стало а что еще не стало станет потому что он тот же самый верный Бог но если не предоставите возможности в своей жизни совершить его определение для вас то Иисус просто сожалеет о вас даже не узнали вы времени посещения для вас лично ни рема не услышали не совершилось только потому что вы не приняли вы не пошли это от вас от нас от меня вы знаете какие интересные слова сказал Иисус я не знаю как вы их понимаете у Матфея 12-30 написано кто не со мной тот против меня и кто не собирает со мной тот расточает вы знаете совершенно не обязательно быть противником Богу выступать против говорить против веры против Христа не 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 можно просто совершать свою волю свое служение и это уже противление Богу просто делать свое и вы уже не созидаете а разрушаете это уже будет против Него когда человек творит свою волю он просто противодействует и что получается не созидание а разрушение Его именем под Его именем вместо созидания Ты уже не собираешь с Ним а ты расточаешь все что Бог тебе дал используешь и расточаешь это сказал Иисус кто не со мной тот против меня и кто со мной вместе не собирает тот расточает вы понимаете как важно вместе с Иисусом строить не мы а Он с нами или мы с Ним жить для Него да я говорила о добрых замыслах это все добрые замыслы но если они вне Бога замыслы а только человечество то мы с вами видим что и они не приносят никакого добра добрые замыслы а добра не приносят а что тогда говорить о злых замыслах есть ведь и злые замыслы давайте посмотрим Писание что говорится о злых замыслах когда замышляют зло абсолютно против Бога ну возьмем Иосифа когда он рассказал замыслы Бога сон один и второй это было Божье определение что написано там братья замыслили зло против кого они думали против Иосифа нет они замыслили против Бога замыслили зло и даже сказали посмотрим как исполнятся его сны этот сновидец имели успех было определение Бога правда Бог силен это все обернуть во благо все что казалось невыносимо исполнить невозможно все что Богом определено как сказал Соломон все исполнится а замыслы человеческие разрушатся и как она против Ильи выступала как она сказала что она его раздерет собаки его съедят she said she'll destroy them and the dogs will tear his body кто читал Библию собаки кого съели who did the dogs eat Jezebel что определено Богом состоится где Илья will happen where is Elijah in heaven посмотрим дальше замыслы Саула the intentions of Saul убью Давида не был царем но Бог определил помазал его на царя как Саул за ним гонялся что Саул где where is Saul знаете Абсалом родной сын Давида тоже замыслил свергнуть отца и стать царем где Абсалом висит на дереве печальная история а Елисей замыслил сирийский царь уничтожить Елисея потому что он все видел и все предупреждал Израиль и что получилось замыслы состоялись не состоялись вот понимаете много замыслов в сердце человека и добрые и злые но состоится только определенное Господа запомните много замыслов против церкви against church globally against the church on the whole earth against specific church against your life много замыслов хороших добрых знаний запомните состоится только определенное Господь все что нам надо быть в Господе и дружить с Ним давайте помолимся с вами let us pray субтитры итак субтитры